Продолжение следует... Уж больно мне захотелось сделать что-то вроде закуски. Сейчас я вам покажу, что я буду делать и что из этого получится. Какая у меня будет закуска. Её также можно хранить в морозилке, но уже использовать немножечко по-другому. Вот так сейчас я подготовлю весь чеснок. Делать это можно вручную. Я имею в виду убирать вот эти вот головки. Можно отрезать ножом. Сейчас я эти стрелочки измельчу на глазок. Просто чтобы мне было их удобнее складывать в блендер. Вот и всё. Сейчас я сюда добавлю ещё и соли. Вот такая у меня десертная ложка. А здесь, наверное, чайная ложка с горкой. Вот такая масса получилась чесночная. Соли я добавлять не буду. Слегка подсоленной хватит. Немного добавляла ещё растительного масла. Для того, чтобы легче перемалывалось у неё блендерей. Сейчас я это всё переложу в контейнер. Такое количество у меня получилось чесночной массы. Её можно использовать куда угодно. В салаты, супы, соусы, зажарки, заправки, кому как нравится. Контейнер я закрою крышкой. Хорошенько упакую в пакет ещё, чтобы запах не проникал. И хранить буду в морозильной камере. А сейчас я хочу попробовать такую массу. Использовать для бутерброда. Я уже подготовила пару кусочков хлеба. Соответственно, будет у меня чесночная масса, сливочное масло. И вот такое сало, перекрученное. Шпик называется. Я брала его в готовом виде. Оно уже с чесночком, с перцем и с солью. Очень вкусное. Положила сюда немножечко чесночной массы. Немного, потому что это только пробы. Добавляю немножко сала. Так вот. Всё, перевешиваю. И вот эту массу, перемешанную уже с салом, накладываю на хлебушек. Это первый вариант для бутерброда. Сейчас я сделаю второй. Накладываем немножечко чесночной массы. Добавляем сливочное масло. И всё то же самое перемешиваем. И выкладываем нашу массу на хлебушек. Можно это есть как самостоятельное блюдо на стол поставить. Нарезать красиво, небольшими кусочками. Можно это поесть и супчиком, с борщом. Кусать я не буду, но вот так красиво отрежу и попробую. Вот особенно зимой, такой бутербродик съесть, да под хороший борщец. Сейчас я попробую ещё со сливочным маслом. Увлекаться, конечно, я бы не стала такими закусками, но иногда можно. Чеснок, он, конечно, очень полезный. Добавляйте в такую чесночную массу, что вам нравится, любую зелень. Я сделала всё по-простому. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.